Инвалидность Инвалидность — это что-то незапланированное, рандом. Это случается, как снег на голову. Просто случается, ты это принимаешь или не принимаешь, живешь с этим дальше. Перевернутый мир, мир такой, каким он нам нравится, как создателям. Ну, правда, все происходит вот так, вот как снег на голову. В какой-то момент времени я узнал о таком понятии, как социальное предпринимательство. Оно меня очень заинтересовало. Я поехала в Киев в инклюзивный лагерь, где целый месяц была куратором самой старшей группы, где были дети, взрослые дети, 14-17 лет, с разной формой инвалидности, с аутизмом, синдромом Дауна, с ДЦП. К моменту знакомства мы уже прошли какую-то дорогу, и осознание каких-то вещей, а Таня даже какие-то подпринимала практические действия. Я никогда не думала, что в одной вселенной может жить два человека, которые... Ну, у нас просто было две одинаковые идеи. Не просто идеи, что мы хотим барчик, кафе, ресторан, в котором работают ребята. Наверное, мы в чем-то похожи и в подходе и к жизни, и к этой проблеме, и к работе социальной, и к бизнесу. И включаем ваши сковородки где-то на 140, даже можно на 160. Это плендер, это какие-то непонятные штучки. Давид, скажи мне, я человек, который должен переключить любую штуку? Все, кто нам встречались, говорили нам, да ну как? Ну, скорее всего, не получится. Ну, мелкая моторика, еще что-то. Да ну нет. Мне казалось, ну, в смысле не получится, если получится. Ну, мы попробуем. Ну, мы попробовали, в итоге получилось. И с командой нам тоже, мне кажется, повезло. Когда журналисты спрашивали, как найти подход к ребенку с инвалидностью, был единственный верный ответ. Никак. Ну, точно так же, как вы ищете подход просто к ребенку. Девочки, это Аня Николаевна сюда. Девочки, Вика, Антон, идите сюда. Идея, да. Воду, включаем шутки Белодеда и отходим. Первое спокойствие принесло знакомство с Сашей Белодедом. Я увидел, что он с ними справляется. Он их не стесняется, не боится, он не будет подбирать специальных слов. Если человек сделал что-нибудь неправильно, он им об этом говорит. Я, когда на это погодживался, я даже не уявлял, с какими людьми я познайомился, с кем мне придется працювати, спілкуватися. И сейчас я зрозумію, что, як бы я там зважу какие-то плюсы чи минусы такого решения, то, возможно, я втратил великую, крутую частину может быть. Можешь тоже? Берем сотейники. Берем сотейники. Кто здесь, ребята? Антон, поехали. Для того, чтобы якийсь подход, ну, добрый, стой там, чекай на інших. И для того, чтобы находить какие-то подходы, треба знать какие-то методы. А якщо я их не знаю, то я просто працював, як працювалася. Это был первый такой момент успокоения, потому что было ясно, что нам повезло с шеф-поваром. И он команду эту сможет вышкалить и чему-то обучить. Идея привлекать людей, которые никак с инвалидностью не связаны и не видели инвалидность ближе, чем дядю, на которого в детстве мама говорила, не смотреть. Вот она какая была, да, рассказывать, что инвалидность – это не страшно. Потому что вот было очень много классных историй, когда ко мне подходили знакомые. Таня, слушай, вот я смотрю ваши видео, твои публикации. Я тоже хочу прийти, но мне страшно, я не знаю, что мне делать. И это так, вот мы с Мишей, когда только встретились, мы проговаривали, что мы хотим, вот как раз таки, чтобы люди переставали бояться. Придавливаем и тоненько-тоненько нарезаем. Как снег на голову появилось это помещение. Про Кафаевич я хочу сказать, что у него в целом очень интересная история. И сама по себе волшебная история того нашего знакомства с владельцами Бернар и Клея, того, как мы с ними нашли общий язык, как нас познакомили. У них была подруга, она жила в Париже, она была полностью незрячая, у нее была собака Бернар и Клея, и она умерла вслед за собакой-поводырем. И она мечтала о кофейне, кондитерской, и ребята в ее память, то есть, вот открыли такое место. Момент прямо вдохновения, когда мы, мне, по крайней мере, показалось, что у нас есть будущее и у этого проекта есть будущее, это, конечно, первый ужин. Самый первый ужин был немного тяжело, особенно утка и рыба. Половина сгорела, половина переварилась, это было, и мы все спешили, потому что устали, опаздывали тоже. По своим временем, это, как и на втором ужине, это было тяжело. Мы пережили, дошли до второго ужина, пережили, теперь впереди искали третий. Это было два ужина таких больших на 40 человек, с живой музыкой. Мы продавали билеты. Первый ужин был просто, где наши ребята готовили три блюда, это было много вина, очень красивые люди. Очень классная музыка. Ну, разные блюда. Это мы делали браву, потом еще раз, шпутика, вот это, мороженое. Тесто, флагу, это мы делали, тоже все делали, да. Попав сюда, решила, что наконец-то у меня все нормально сошлось, и наконец-то я смогла стать счастливой. Инвалидность, это там какая-то должна быть десятая по счету причина, брать его на работу, сколько ему платить. Это где-то там должно быть уже в последнем. И вот когда мы попали в этот проект и посмотрели, и знаете, мы пришли на первое занятие сюда вот. И мы же с фотоаппаратами. И так, и идем за ними. И тут Таня так, стоп, родители, мы как? Как же наши дети без нас? Мы там на это, она говорит, ну извините, если они будут работать, вы же не будете с ними. Задача главная, она как раз таки рассказать, что это не страшно, рассказать, что ребятам не нравится, когда их жалеют. Рассказать, когда, что это не опасно, это тоже очень важно, что нет никаких специальных правил. Ну просто показать, что человек с инвалидностью, это сначала человек со своими чувствами, эмоциями, 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 такими же, как у нас. А потом уже все, ну какие-то там особенности поведения или восприятия мира, или там еще чего-то. Наш проект объединяет классных ребят, классных людей. Нам везет с людьми. Но мне хочется верить, что это не только везение, а потому что мы все-таки движемся в правильную сторону, и правильное направление собирает вокруг себя правильных людей.